Летние соревнования допризывной молодежи состоялись в рамках спартакиады школьников. Их участниками стали ученики 16 образовательных учреждений района. Состязались старшеклассники по двум дисциплинам – военно-прикладной и легкоатлетической. О том, насколько подготовлены ребята, что удается лучше, а на что стоит обратить внимание учителям физкультуры, рассказывает Татьяна Акимова. Традиционные соревнования допризывников начинаются с легкоатлетического кросса. Дистанции – 100 и 1000 метров. Судили ребят-преподаватели спортивной школы «Олимп». К сожалению, уровень подготовки современной молодежи с каждым годом все больше огорчает тренеров. В последние годы результаты почему-то все хуже и хуже. Но оно связано с тем, что, может быть, меньше стали заниматься на уроках физкультуры, подготовкой именно к легкой атлетике. Поэтому раньше, например, на 100 метров из 12 секунд ребят показывали результат. Сейчас лучше 12 вообще нет. Следующее испытание можно было бы отнести к легкоатлетике, если бы ребята метали мяч. Но школьникам в руки дали гранаты – учебные. Не у всех получалось правильно выполнить задание. Несмотря на сложности, в этих соревнованиях, являющиеся очередным уроком и маркером подготовки школьников, юноши принимают участие с удовольствием. Как можно отказаться от этого? Это же интересно, весело. Некоторые думают, что вот, воскресенье, выспимся. Да зачем высыпаться? Другое дело прийти сюда, побегать. Все знают, что мы всегда завоем кубки. Все-таки есть гордость стоять на педестале. И все ребята рады идти. Даже еще можно две команды набирать. Сдав легкоатлетические дисциплины, допризывники отправились на следующие этапы. Сергей Агеев, кстати, ставший лучшим на дистанции 100 метров, участвует в спартакеаде второй год. Своими результатами в стрельбе по мишене с пневматической винтовки на этот раз доволен не очень. Говорит, может, лучше. Конечно, реальность отличается от компьютерных игр, которыми сейчас так увлечена молодежь. Жизнь всегда сложнее. Виртуальность там навсегда легкая. На траекторию пули можно хотя бы предположить, а здесь, если завалил вправо, значит, она выйдет вправо. Если влево, значит, влево выйдет. Но вот чему точно не научишься виртуально, так это разборки сборки автомата Калашникова. Я тоже решила попробовать под присмотром инструктора освоить эти навыки. Общее представление об устройстве оружия я получила. Я, конечно, справилась со сборкой-разборкой автомата. Благодаря, прежде всего, инструктору первый раз делать это очень тяжело, очень больно пальцем. Это было у всех. Многие тренируются, у некоторых руки разбиваются в кровь. Когда бивают шомпол, у всех обычно разбиваются руки. Здесь главная практика. К примеру, Даниил за пять тренировок улучшил время разборки сборки вдвое. Ощущения прекрасные. Само горит желание в армию пойти. Вот стараюсь соответствовать. Но и завершающая военная дисциплина, без которой в армии никуда. Строевая подготовка. У меня слышать командира, правильно выполнять команды, маршировать в ногу. Отработано четко. А если что-то не получается, у этих мальчишек еще есть в запасе пара-тройка лет до службы в рядах вооруженных сил. Было бы желание. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.